Вообще, наверное, понятие кругосветное плавание подразумевает выход из точки А и завершение этого кругосветного путешествия, опять же, в заданной точке. И для нас, конечно же, Владивосток стал такой точкой отправления, наверное, в связи с тем, что на бортбарка Седов в феврале месяце я сходил уже с какими-то оформленными мыслями, что делать в плавании, как распределить идеи и их воплощение в течение планируемых дней проведения в открытых водах, других широтах, меридианах. Поэтому, да, конечно же, СОС Матросов в какой-то мере эта пластинка действительно посвящение этой бесконечной, я бы даже сказал, вечной теме выхода из порта города Владивосток и возвращения обратно на такие родимые и знакомые берега. У меня определенно по душе все те изменения, которые происходят непосредственно с городом Владивостоком, все эти грандиозные перемены в инфраструктуре города, которые действительно для меня, человека, который, с одной стороны, прекрасно с ним знаком, а с другой стороны, постоянно имеет возможность оценивать все со стороны. Я предполагаю, что непосредственно горожане и те люди, которые на данный момент живут в городе Владивостоке, еще не осознают грандиозности всех этих перемен, и то, как они повлияют в ближайшие несколько лет на изменения, произошли как бы не изнутри, а как раз снаружи. На что, честно говоря, я лично, наверное, уже бы никогда не надеялся, потому что вот эти все планы будущего Владивостока футуристичные, еще с детства, помню, в местных музеях, но никогда бы не подумал, что им суждено место быть. Хотя, с другой стороны, суждено ли было стать группе «Момни-тролль» тем, чем она стала для меня, для окружающих, для наших поклонников. Так что я определенно поддерживаю, приветствую и стараюсь, может быть, даже придумать какие-то реалистичные действия, свой, скажем так, вклад в будущее города и тот же музыкальный фестиваль. «Рок Владивостока», «Ви-рокс», который стартовал прошлым летом. Думаю, одно из тех действительно не только необходимых, а по-настоящему рациональным и эффективным мероприятием может стать для города, действительно заложив основу для какого-то некого нового культурного вектора развития, если можно так назвать. На данный момент я бы был очень осторожен, заверяя, что есть действительно молодая поросль талантов, всё до сих пор где-то прячется в каком-то таком виртуальном мире, в каких-то, может быть, мечтах, которые подчас не отвечают реальности. И опять же, тот музыкальный фестиваль, который я задумал и которому уже дан старт, «Рок Владивостока» или «Ви-рокс», мог бы действительно дать, я думаю, старт чему-то действительно своему уникальному, творческому. Вот, на открытие, наконец-то, долгожданного кампуса нового Дальневосточного федерального университета и на острове Русском, вкупе с подобными культурными мероприятиями, которые базируются, скажем так, на современных молодёжных культурных ценностях, определённо должны дать свои плоды, но на данный момент, конечно, приходится признавать, что, скажем там, культурно-творческая жизнь города находится чуть-чуть в таком подмороженном состоянии, вот, и требует, требует чуть-чуть больше солнечных лучей, удобрений, как бы того хотите. Просто, ну, я, наверное, это пытаюсь сделать и собственным примером все эти годы показать, что всё равно важно движение, движение, движение вперёд вне зависимости от каких-то потенциальных трудностей, недопонимания. Спасибо.